Росавиация сегодня вернулась к обсуждению трагедии с малазийским Боингом, сбитым в июле позапрошлого года в небе над Украиной. В Совет Безопасности Нидерландов, под эгидой которого работала комиссия по расследованию, направлено письмо с критикой опубликованного в октябре доклада. С тех пор российские специалисты анализировали выводы, сделанные голландскими коллегами, и, как сказано, нашли противоречия и неточности. Продолжение темы у Тимура Сиразиева. Результаты расследования голландской страны изучали три месяца. В ходе анализа, как сказано в письме, установлены факты, которые доказывают, сведения из окончательного отчета не обоснованы и недостоверны. Окончательный отчет, который был представлен, показал лишний раз о том, что задача комиссии стояла все подогнать под уже озвученную и представленную версию, а не объективно расследовать причины крушения воздушного судна. Один из главных выводов голландцев связан с тем, из какого орудия и какой ракеты был сбит Боинг. Ирландский совет по безопасности делает вывод, что MH17 был сбит боевой частью 9М314М ракеты серии 9М38, входящей в комплект вооружения ЗРК «Бук». В октябре производитель «Буков» Алмаз-Антей пошел на беспрецедентный шаг и провел натурные испытания. Как выглядело бы, если бы Боинг попала ракета с боевой частью, начиненной двутаврами? Российские специалисты установили, характеристики осколков и пробоин на фрагментах самолета не соответствуют характеристикам, которые образуются при взрыве боевой части 9М314М. Она начинена поражающими элементами в виде двутавров. Их также называют бабочками. Осколков должно быть более тысячи. Голландцы нашли лишь несколько. Очень странно, что на протяжении этого расследования количество этих элементов менялось. То говорили три, то два. Где они были обнаружены, мы также, скажем так, не увидели документально. Один, как нам было сказано, найден в кабине пилотов, изъят из кабины пилотов. Когда мы попросили предоставить нам материалы изъятия, как это должно быть сделано, запротоколировано, сфотографировано. У них это сделано в отношении многих других поражающих элементов, которые они нашли в возрастном судне. В отношении двутавров ничего этого не сделано. Бабочки оставляют характерные пробоины. Слева кабина малазийского Боинга. На ней множество следов от осколков, но ни одного в виде бабочки. Справа кабина самолета, который обстреляли во время эксперимента. И десятки пробоин от двутавров. Доказательством недостоверности сведений, изложенных в отчете, российские специалисты называют и странные изменения массы, якобы найденного на месте крушения осколка. Несмотря на то, что в присутствии всей комиссии это было сфотографировано, и поражающий элемент был взвешен, и весил он 5,6 грамма, в окончательном отчете он почему-то представлен весом уже 6,1 грамм. Для нас это тоже было удивительно. Это, в общем-то, прямая фальсификация фактов. Ещё более весомым доказательством фальсификации являются результаты натурного испытания «Алмаз-Антея» и эксперимент по моделированию. Изначально вес двутавра около 8 граммов. В ходе исследований российские эксперты установили, при поражении самолёта элемент теряет 10%. Вес найденного двутавра должен быть около 7 граммов. И, как считают специалисты, поэтому голландцы и увеличили вес якобы найденного осколка. Нельзя, наверное, полностью исключать возможность того, что какие-то части ракеты или осколки были подброшены на место события. Или подброшены потом в доказательную базу при проведении расследования. Кто знает. Ведь расследование началось далеко не сразу. Несколько месяцев ополченцы приглашали расследователей, но группа не торопилась. Может быть, это было сделано специально для того, чтобы потом иметь возможность обвинять ополченцев. Доказательством использования ракеты серии 9М38 голландцы называют найденные фрагменты ракеты. В августе 2015 в российской стороне показаны фотографии пяти фрагментов. Среди них и часть корпуса третьего отсека ракеты. На ней нет существенных повреждений. Однако натурные испытания «Алмаз-Антея» доказывают, при взрыве третий отсек ракеты должен быть серьезно поврежден. Сохранность и отсутствие следов взрывной деформации на корпусе третьего отсека, якобы найденного рядом с обломками «Боинг-777», указывает на то, что он наиболее вероятно не принадлежит ракете, воздействие которой привело к катастрофе самолета. Возможно, именно поэтому в окончательном отчете голландца фрагмент третьего отсека вовсе не упоминается. Российские специалисты проанализировали и траекторию полета, по которой по версии Нидерландов летела ракета, а также угол и расстояние ее взрыва от самолета. Сведения, представленные в голландском отчете, противоречат данным испытаний и основным характеристикам ракеты, а значит, тип ракеты указан неверно, считают специалисты. В последнем акте, как сегодня Олег Старчевой объявил, даже не указана дальность взрыва. Они указывали одну дальность, потом уменьшали ее, а теперь вообще не указали. Это говорит о том, что эта комиссия пользуется какими-то дворовыми и уличными данными. Россия не раз предлагала результаты своих исследований голландцам, но выводы наших специалистов не были учтены. Хотя, исходя из разлета осколков, российские специалисты точно определили, откуда была запущена ракета со стороны населенного пункта Зарощенское, который находился под контролем украинских военных. Однако в документе голландской стороны место пуска ракеты указано в виде района площадью в 320 квадратных километров. Как считает Олег Старчевой, это связано с тем, что сразу после трагедии на Западе назвали виновников катастрофы и место запуска ракеты. А Нидерланды должны были лишь подтвердить эту версию, даже если ради этого придется заниматься подлогом. В Голландии утверждают, что Боинг сбит боевой частью 9Н314М. Это боеголовка нового образца от модифицированной ракеты комплекса БУК-М1, который стоит на вооружении России. Из доклада следует, что боевая часть была установлена на ракету серии 9М38. Это устаревшая модель, оставшаяся только на вооружении Украины. Невозможно новую боевую часть установить на старый тип ракеты. Это невозможно технически и организационно. Поэтому все эти нестыковки, о которых мы говорим, они как раз и привлекли внимание Росавиации. Собственно, письмо, которое направлено в Нидерланды, оно говорит об этих нестыковках. И мы еще раз последовательно напоминаем в совершенно открытом гласном режиме о том, что расследование идет неправильно. Мы объективно доказывали, что изначальная версия о новой модификации ракеты БУК-М1, она не может прилететь к самолету под таким углом, имея специфику работы, скажем так, пускового механизма. Тогда голландская сторона уже начала заниматься тем, что ракета стала комбинированной. Потому что им надо было подогнать все под те якобы найденные элементы. В письме Олег Старчевой указывает на тот факт, что комиссия по расследованию необъективно оценила степень вины Украины. Ведь согласно нормам, Киев должен был полностью закрыть воздушное пространство сразу после начала вооруженного конфликта. Однако этого сделано не было. А это бездействие является грубым нарушением международных норм. В мире имеется международная организация гражданской авиации. Она называется ИКАО. В законах, которые она разрабатывает, и которые обязаны выполнять все авиационные компании и правительство тех стран, которые являются членами ИКАО, сказано черным по белому, что правительство той страны, на территории которой ведутся боевые действия, обязано закрыть воздушное пространство. Кроме того, навести порядок, ну, попросту говоря, в наземной инфраструктуре. Как раз украинская сторона игнорировала полностью эти требования. Еще одним важным тезисом письма председателю Совета безопасности Нидерландов является заключение российской стороны о необоснованности заявлений о вероятном присутствии на востоке Украины тяжелых средств ПВО, неподконтрольных Киеву. Тимур Саразиев, Наталья Голуб, Дмитрий Синицын, Первый канал.